На вопросы о значимых событиях времён Великой Отечественной войны, сражениях, вооружениях и полководцах участники акции «Диктант Победы» отвечали на 16 тысячах площадок в 80 странах мира. В Сарове проверку знаний по истории организовали в 10 школах Саровском физико-техническом институте и воинской части. Проверить свои знания пришли люди разных возрастов, статуса и профессий. Глава города Алексей Сафонов не остался в стороне и отметил, что часть вопросов вызвала трудности. Целостная картина со временем, наверное, утрачивается. Именно поэтому, благодаря таким диктантам, мы имеем возможность восстановить в памяти те события. Интересно посмотреть свой уровень знаний по этой теме. Опять же, у меня есть дети, мне будет что с ними обсудить, проговорить, посмотреть их уровень знаний. На выполнение 25 заданий участников было 45 минут. Василий Кельин вопросы изучал особенно тщательно. Его знания о тех тяжёлых событиях – не просто факты из учебника. Войну он застал ещё ребёнком. Родители ушли на фронт, а трёхлетний мальчик остался на воспитании у бабушки. Жили они на оккупированной немцами территории. В один из обходов фашистов бабушка спрятала Василия и соседскую девочку в кустах, прикрыв хворостом. Когда они проходили мимо этого куста, значит, девочка чихнула. Они остановились, посмотрели. Один немец снял с плеча огнемёт и выстрелил. Ну, этот хворост, которым мы были укрыты, и куст загорелся. Немцы постояли, потом заржали и удалились со двора. Бабушка бросилась туда, вытащила нас на девочке уже. Платьица там начала гореть. Подобные горькие воспоминания живы в сознании детей и ветеранов войны. От этого ещё важнее знать исторические факты и чтить подвиг советских людей. Итоги диктанта организаторы подведут 24 июня. Победители получат приглашение на Парад Победы, будущие абитуриенты – дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Все участники – памятные дипломы. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.